всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами рассмотрим расклад который предложила людмила сотникова называется он обиды как влияет на мое дальнейшее развитие там в идее было еще и страхи но поскольку на канале есть много раскладов касательно страхов я решил опустить эту тему вот и оставить только тему обид поэтому так камешки забыла взять неважно тогда я положу карты хотя давайте я положу свои кристаллы это значит будет первая позиция вторая позиция и третья позиция первая подвину вперед может быть вам видно будет вторая и третья так для наглядности неважно какие камни важно чтобы вы выбрали для себя позицию первая вторая и третья потому что я как-то камешки не подготовила забыла и так и мы с вами посмотрим несколько битв каждой позиции и как они влияют на ваше развитие смотреть будем на колоде небо и земля на колоде чака специально сценарное на колоде все о нем все они метаврических картах давно мне кажется достаточно что-то из этого я и буду использовать и так а я надеюсь вы определились а это мы убираем сторонку а вот эти два камешка уже отодвину видно и мы приступаем позиция номер один первый камешек и мы смотрим с вами какие у вас обиды обиды связанные с финансами обиды связанные скорее всего с вашим прошлом да и здесь возможно обиды связаны с вашим отцом либо с мужчиной который имел какую-то силу до был как-то отворить авторитетом для вас либо это был ваш отец либо это может быть ваш дядя дедушка либо это тот человек который заботился о вас по крайней мере играл роль заботливого человека либо человека который приносит в дом деньги а если это не мужчина это женщина значит эта женщина просто с мужскими качествами что именно здесь за обида здесь очень много правил было очень много правил очень много каких-то скорее всего моральных правил да либо какие-то традиции которые должны были соблюдаться и они забирали у вас энергию есть такое ощущение что возможно вы были таким достаточно не то чтобы подвижным ребенком а возможно непослушным ребенком но не потому что знаете вот есть дети которые просто наслаждаются жизнью да и для них вот правило ну они к этому не прислушиваются здесь вы были достаточно послушным ребенком не говоря показывают вот но вам хотелось идти как-то знаете вот наперекор каких-то шаблонов в вам не нравилось когда вас учили вам не нравилось критика вот эти вот все моральные правила как нужно себя вести есть такое ощущение что вот проходит какое-то вот бунтарство не потому что вам сами правила не нравились а здесь будто бунтарство связано с тем что это вам было навязано да то есть никто не интересовался нравится вам не нравится хотите вот надо значит так и сделаю и в принципе если бы поинтересовались да вы бы возможно и были согласны с теми ну вот какими-то условиями на рамками в которых вас ставили ну к примеру да в девять часов ребенок должен пойти лечь спать но почему для того чтобы утром проснуться таким ну бодреньким и пойти допустим школу чисто теоретически это нормально но но и это понятно этому есть объяснение и если бы вам объяснили и рассказали как-то вы были бы даже с этим согласны возможно вы даже бы раньше пошли спать но дело в том что вам это навязывали да то есть вам говорили девять часов и никто не интересовался понимаете здесь не интересовались вашим мнением здесь не интересовали с вами вот надо значит ты должен это сделать и вот это вот непонимание почему вы должны соответствовать каким-то правилам которые показывали либо не то чтобы заставляли может для кого-то так оно и есть вы вот такое ощущение что детство не хотите соответствовать никаким правилам не потому что еще раз скажу вам не нравятся эти правила либо вы с ними не согласны нет вы если сесть поразмышлять дату вы конечно же согласитесь скажете да это было верно но формат которого который вам предлагался он он как будто бы вас опустошал понимаете здесь обида на то что вот вас не уважают что вас с вашим мнением не считаются здесь очень много было каких-то вот знаете рамок что ли как надо как как правильно ощущение того что вот вас заставлялись послушаться еще расскажу не то чтобы были непослушным ребенком но вот чувство такое что вы как будто бы какой-то революционер да вот идете на перекор всем да чтобы на вас обратили внимание чтобы вас с вами считались вот здесь вот какая-то вот обида она связана с тем что вас него что как будто бы не ставят да не считается вы как будто бы вот как серая масса для всех и обиды эти вот как будто вы знаете с вами в какой-то степени вам кажется поступали достаточно жестко поступали может быть где-то чрезмерно но может быть где-то даже и деспотично вот этот вот тайминг до в девять спать всеми надо проснуться даже это если выходные все равно надо вставать рано потому что это надо неизвестно кому надо вот это вот дисциплина она знаете вот вашей жизни сейчас да она является частью вас то есть вас в кавычках адресировали до такой степени что вы уже сами в какой-то степени может быть это говорите и другим людям да но в тот момент когда вас воспитывали вот это вот какой-то строгость вот хочется когда суворовское воспитание какое-то военное воспитание без эмоциональное беспрекословное без как-то знаете вот ну нельзя было сказать ничего другому человеку либо здесь были какие-то ограничения связаны с финансами и вас это постоянно доставало да знаете вот когда донашиваешь одежду за старших либо лишний раз игрушку не надо покупать потому что она считается что она не нужная лучше давай мы купим тебе то что тебе нужно вот здесь какое-то такое ощущение но обида заключается в том что это забирал у вас энергию четверка кубков нам говорит о том что я присутствует некое такое вот апатическое состояние то есть это вас опустошало безразличие других людей по отношению к вам да а вот она вас не то чтобы раздражает либо как-то цепляет она вас опустошает у вас потом нет узнаете вот как будто бы сил что ли двигаться дальше вот вы теряете как будто бы смысл здесь обида связано с этим давайте я еще посмотрю какая обида здесь может быть потому что людей много и обид может быть несколько дней одна на это посмотрю вот потерянное детство да то что я и сказала про детство обида на то что знаете вот как будто бы не то чтобы на вас обязанности прикладывали хотя такое тоже может быть а здесь вот про то что как-то вот рано пришлось что ли повзрослеть вот этими какими-то ограничениями и не знаю то ли вам не давали возможности поиграть в игрушки да как-то вот очень рано сказали что хватит да вот что что за глупости да тебе это не надо вот в чем-то вас здесь ограничивали у каждого может быть свое то есть то что присуще детям это вот игра это радость это беззаботность это вот может быть это умение совершать ошибок вы не умеете совершать ошибок у вас на это здесь какой-то запрет стоит то есть да здесь вот с детства вы были маленькой совой таким человеком надо было как-то компенсировать вот эти вот ограничения вы уходили в знания и вот здесь вот вот эти вот обиды о том что ну не получилось да вот как-то не не знаю может быть родители у вас были взрослые надо было за ними ухаживать может быть что-то вот здесь в общем не прожили бы свое детство такое ощущение что все время и вот какая-то забота да либо какая-то ответственность которая была возложена на вас раньше времени с вашей точки зрения да то есть если на вас она была возложена что возможно вас видели этот потенциал но сейчас не об этом а просто про то что вот у вас есть вот это чувство что если бы сейчас была возможность вернуться в детство да я бы еще и вот это сделано что чисто по-детски вот что-то еще как будто бы не знаю не наигрался как как как-то вот что-то не нарадовался здесь отсутствие радости вот выпадает сразу депрессия я же говорю в контексте четверки кубков обиды 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 связаны знаете вот когда у вас сейчас может взрослой жизни что-то не получается да вот как-то начинаете расстраиваться переживать по этому поводу часто бывают такие вот апатические состояния причем знаете когда нету какого-то вот признания когда на вас не обращает внимание когда вы не чувствуете себя нужным что ли потому что вот это вот воспитание раньше времени до повзрослел она привела вас вот это вот идея о том что но меня все время будет дергать да я все время должен кому-то быть нужным а когда у вас бывает время действительно как-то заняться собой вам это некомфортно потому что нету такой модели когда вы себе все позволяете вы себе все разрешаете у вас есть возможность сделать то что вы хотите как вы хотите здесь периодически вы впадаете в депрессию почему вы еще впадаете в депрессию вот как раз таки смотрите финансы и вопрос стабильности у вас напрямую связан потому что когда нету денег да вы очень сильно переживаете да здесь обиды еще могут быть связаны как-то с деньгами да почему потому что вы компенсировали вот эти вот свои непроигранные ну вот это вот не прожитое детское время в знания и сейчас вы достигли какого-то внутри себя вы понимаете высокого уровня до в контексте знаний ну много чего знаете и когда вы не востребны когда к вам не обращаются за этими знаниями и не платят вам за эти услуги вы чувствуете себя ненужным да вот вот это вот опустошенность и начинается вот это вот переживание переживание связанные с деньгами деньги вас вводят сил здесь вот нужно посмотреть как-то обиды уже сразу да как они влияют на ваше дальнейшее развитие у вас нету сил у вас нету энергии то есть вы однозначно не пойдете в развитие не потому что вы там ну не можете не видеть и не знаете а просто у вас нету ресурсов у вас нету сил вы когда обижены вы не хотите ничего не делать и вот так вот знаете вот спрятаться куда-то уйти что вас не трогали и вы можете зависать в этом болоте очень долгое время залипать и нету потом желания как-то вот двигаться дальше хорошо еще какие сценарии обиды обида как то знаете вот на каких-то кровных своих родственников обидно на кровных родственников да и вот здесь вот опять выпадает мужчина что тут с этим мужчины происходит покажите мне что здесь может быть этот мужчина и был тем человеком которого вы чувствовали вот это вот безразличие из-за того что знаете здесь какая обида может быть из-за того что мужчина в семье не взял роль мужчины на себя вы как раз таки ну получилось так что эта роль перепала вам да то есть мужчина не взял ответственности вы взяли ответственность за семью как-то за какие-то может быть аспекты да то есть то что должен был сделать мужчина в семье перепала этого отсюда у вас здесь получается да что вы конкурируете с мужчиной смотрите как интересно получается вы сразу из-за того что вы взяли на себя эту ответственность и воспитали в себе вот эти вот мужские качества вы теперь конкурируете непосредственно с мужчинами то есть вы их видите не как женщина если вы женщина на равных а именно как как мужчина как человек с мужскими качествами и у вас всегда возникает такой вопрос что если я женщина я справилась с этим то почему ты мужчина с этим не справляешься и вот здесь вот как будто бы знаете вы как будто вот эту вот какую-то агрессию что ли обиду злость не знаю называйте как хотите вы ее сливаете на на мужчин на своих партнеров еще какая обида еще у вас есть обида за то что здесь может быть либо вот какая-то мужская фигура да либо ушли раньше ушел раньше как и жизни да так возможно кто-то из семьи у меня такое чувство что вы очень любили этого человека невзирая на то что каким каким бы ни было его отношение к вам вы очень сильно любили этого человека и когда он ушел из вашей жизни как прямом так и в переносном смысле то есть перестал вот знаете вот здесь потеря у меня проходит потеря любимого человека сейчас у вас может быть сценарий такой что когда вы любите мужчину всегда где-то бессознательно есть страх того что вы его потеряете и вы теряете этого человека то есть вот здесь вот какой-то вопрос расставания прощания обиды да вот почему ты ушел либо почему ты не обращаешь на меня внимание еще какие сценарии здесь могут быть вы знаете вот вас научили быть сильным и вы не умеете сдаваться вот если надо бороться до победного на неважно вы уже даже сами в процессе борьбы уже понимаете что пора бы уже отступить но это вот знаете вот как это мертвой хваткой схватились и держитесь голова уже понимает а вот руки вот как-то вот отпустить не могу до держитесь вот как-то намертво вплоть прямо кому-то знать вот ну отрезай руки потому что я это отпустить не смогу я не я я не могу сдаваться вы не знаете что это такое так интересно много мужских качеств давайте посмотрим может быть есть и женские какие-то качества связаны с обидами какие еще у вас здесь могут быть обиды ну женские то же самое да тяните тянется на себе какой-то груз который связывает вас как-то с прошлым вы живете с оглядкой на прошлое там было в этом прошлом знаете здесь может быть такое что у родители ну в принципе как во всех семьях до нормальных семья бывают ссоры и вот вы какие как-то знаете здесь может быть вы маленьким маленьким либо маленькой были когда родители ссорились и эти ссоры они вам настолько неприятны были да что вот именно в этот момент вы ощущали себя как будто бы родители ссориться из-за вас то вот вы какой-то вот ненужный человек и вот это вот обида да что почему они не могут договориться во взрослой жизни сейчас вам сложно когда есть конфликты это вас очень сильно ранит задевает вы прям чувствуете опять таки вот эту депрессию опустошение что понимаете вот такие вот конфликтные ситуации да с одной стороны вы сильный человек который но может добиваться того чего хочет может конкурировать да вы можете даже быть очень жестким в какой-то и жестокий в какой-то в какой-то степени да вот если обстоятельства такого позволяет а с другой стороны одновременно вы вот эти вот конфликты они вас выматывают даже не потому что вы слишком эмоционируете вы можете просто находиться рядом с людьми которые конфликтуют и вас это очень сильно ранит вас здесь боль какая-то есть по этому поводу что вот не то чтобы вы являетесь в детстве причиной конфликта а вот как будто бы знаете вот люди взрослые родители да как-то ну либо те кто вас воспитывал ссорятся между собой и а потом ну не какие-то свои обиды да а из-за этого они на вас не обращает внимание а если они еще и часто ссорятся то почти в принципе но вы как будто бы сами себе предоставлены понимаете и вот это вот здесь чувство что вот как будто бы вас никто не заботится вот вы к никому не нужны и поэтому здесь есть вот это вот депрессия огорчение состояние бедности бедность в контексте того что вы ценность себя не чувствуете потому что вы из детства были как будто будут сами себя предоставлены не нужно никому и поэтому вот это вот детское понимание она и вызывает и сейчас на и вот вы это все компенсируете своими собственными какими-то знаниями и поэтому сейчас вам комфортнее быть одному то есть ваш образ жизни очень сильно вы привыкли потому что вы одни в этой жизни вам не на кого положиться даже если есть такие люди вот ваше такое душевное состояние да вот уединение вам стало комфортом потому что в детстве она сформировалась вот и поэтому свое пространство вам легко впустить человека не получится хорошо как это все вот вот эти вот обиды до влияет на ваше дальнейшее развитие но во первых здесь сразу выпадает смерть да она мешает мешает вашей трансформации здесь вот это вот в развитие знаете что неуверенность вас бросает в качели то плюс то в минус то вы слишком эмоционируете то вы уходите в какой-то вот холост холод отстраненность отчужденность ненужность то есть вы как будто вы знаете здесь период зависания вот у меня идет до либо вы какой-то короткий период развиваетесь да потом вот в этот период развития как будто бы цепляете в себе какие-то крючки негативных в этих сценариев а потом очень долго долгое время их отрабатываете короткий период у вас как будто бы передышка когда вы это все замечаете а потом долгое время вы это все отрабатываете и здесь отсюда идет неуверенность и вам нужно научиться вот эти вот обиды сейчас понимаю что еще скажу а это будет не совсем понятно его нужно научиться оставлять старое позади какое бы оно не было болезненно не болезненная то есть вот здесь как будто бы урок оставлять все уже отжившие за собой а вы как будто бы этого не делаете почему потому что вам важно чтобы вот эти вот обиды были внутри вас в чем важность обид почему вы их они вам напоминают а во первых они оттачивают ваше мастерство только но смотрите я рассказывала здесь о том что у вас есть обиды вы это чем-то сублимируете да вы занимаетесь собой данном случае это помогает вам стать хорошим мастером и здесь у вас есть вот этот сценарий да о том что обида я закрываюсь в себе мне надо чем-то себя занять чтобы чем-то себя занять я занимаюсь любимым делом и тем самым я становлюсь лучшим мастером и поэтому вот эти вот обиды вам нужны с одной стороны чтобы стать усовершенствуя свое мастерство в той сфере в которой вы развиваетесь с другой стороны напоминает вам как взаимодействовать с людьми то есть вот если вы полагаетесь на прошлый опыт то есть если один раз там либо два раза три раза даже если вас кто-то обидел вы кого-то бы вот эту вот обиду держите да как триггер чтобы если появится в будущем аналогичная ситуация вы опираясь на свой прошлый опыт уже будете понимать как повести с такими людьми и вот здесь вот шут он как раз и про это говорит что если это было в прошлом да не факт что это будет в будущем а если это случается в будущем только потому что вы это запрограммировали потому что вы это верили то здесь вопрос знаете как будто бы знание каких-то вот так сказать вот заученная беспомощность да вот вы привыкли выучили до какой-то сценарий для себя один раз он у вас проигрался а второй раз повторилось вы как будто бы подтвердили свои вот эти суждения до что люди будут придавать там обманывать не знаю какого какой какой сценарий в третий раз вы уже даже не включаетесь в это да вы уже опираетесь на тот опыт который есть и вот как только что-то похожее да с прошлыми опытами появляется вы сразу уже изначально ведете себя так как как было раньше а вы даже понимаете что я хочу сказать о том что каждую ситуацию надо разбирать индивидуально то есть каждый случай который у вас случается надо к нему подходить индивидуально а вы как будто бы все под одну метелку несет метете здесь как раз кишут про это говорит о том что вы не робот да то есть не надо дублировать и копировать прошлые сценарии и переносить их на каждый аналогичный схожие потому что каждый индивидуальный вот это вот нужно понять да то есть каждая ситуация если она хоть и похожа в чем-то все равно с ней надо разбираться каждый раз по-разному потому что если вы будете один и тот же подход в этом нету развития вот в чем в чем фишка да то есть вы по сути дублируете а кому говорим до день сурка у вас сценарий аналогичные и поэтому это мешает вам вот эти вот обиды они мешают вам смотреть каждый раз на новые либо замечать какие-то новые возможности либо в новых возможностях вы к ним подходите старыми какими-то методами а вам надо по-новому вот с открытыми глазами как ребенок смотреть на эту ситуацию видит не обязательно что-то новое даже если это хорошо известная какая-то условно говоря песни вы уже знаете слова из неё да и мелодию все равно можно услышать что-то какой-то новый инструмент либо ритм как-то услышать по-новому все равно что-то новое есть всегда если вы не видите это новое это просто потому что у вас замыленный этот взор и вот в развитии это как раз таки умение видеть новое уме умение замечать это новое желать это а у вас когда не от усил когда нету ресурсов мы говорили когда вы включаются обиды вас вы это новое вообще не видите вам кажется все одинаково а четверка кубков говорит как раз таки о том что я не вижу эту возможность потому что она мне не интересно она будет такая же как и три кубка которые стоят передо мной зачем мне смотреть на этот четвертый кубок он одинаковый а вот в этом то как раз таки есть отличие что вот в этом новом есть развитие а вам кажется что это новое она будет как хорошо забытое старое вот как вам мешает так это было у нас первая позиция и первый камешек соберу так и мы с вами переходим к второй позиции 2 камешек любимыми чист и давайте посмотрим какие так наверное это колоть раз посмотрю какие у вас обиды двоечки какие у вас обиды здесь обиды связаны с тяжелой работой да здесь скорее всего работа над собой либо вот выживание страх какой то есть да очень сильные страхи у вас вас даже не обиды а страхи жизнь какая-то знаете вот тяжелая вот вся жизнь тяжелая да все надо заслужить как-то не получается все легко и просто какие обиды у вас покажите обида что нету справедливости вот мир несправедлив причем несправедлив в вашу сторону к другим он может быть справедливого к вам нет где-то вас обидели что здесь за обида была почему вам кажется что мир несправедливы прошло причем ваш обиды они могут быть как из прошлых воплощений так и в этом воплощение как-то связано у кого-то есть проблемы с памятью причем знаете вот вы если что то у вас есть какие-то пробелы в памяти знаете что это ваш осознанный выбор заблокировать этот период времени либо эту ситуацию либо этот период времени то есть и сейчас вам может казаться странным как так я я же хочу это вспомнить а вы не можете потому что здесь вот какая-то вот обида есть очень сильная обида есть и она вот вам как-то блокирует поэтому проблема здесь памятью могут быть проблем здесь обиды могут быть знаете как-то связано с вашим физическим здоровьем да то есть вот вас когда вы обижаетесь вас сразу наказывает по здоровью вы сразу начинаете болеть вас психосоматика как-то срабатывает еще что за обида какие-то душевные раны обида потому что не получается как-то реализовать себя не получается как-то проявить себя какие-то свои способности здесь обиды вот напрямую связано как-то с вашей реализации то есть вы работаете работаете а результата как-то не видите либо нету признания либо нету результатов либо нету финансов и вот вы очень даже здесь не обида а злитесь как-то да на себя то есть как так вот я работаю а мне не получается ничего а вот другому все вот как-то легко достается да то есть я и больше вкладываюсь у меня и больше знаний больше способностей вот я это все прикладываю то есть вы не ленитесь вы действительно работаете очень много но результата вы как таково не получать вас вообще пугает все что связано с работой с какой-то деятельностью почему здесь как будто вы не можете реализовать найти душевное какое-то удовлетворение не получаете на то есть работаете работаете можете работать на износ вот прям аж болеет а трудоголики какие-то такие а вот душевного вот удовлетворение не получаете есть такое ощущение что вот у меня выпали почти все великие органы касательно ваша обида здесь какие-то уроки очень серьезные у вас идут либо и сейчас идут отработки какие-то кармические касательно и обиды давайте я еще посмотрю хотя бы на колоды что здесь за обиды какие у вас обиды кого-то были мысли даже о самоубийстве здесь вот у меня идет агрессия понимаете не просто обида на кого-то обиделся вот какая-то вот злость очень очень большая очень сильная как будто бы вы стоите на краю какой-то пропасти вот смотрите и вот ну и вы не видите перспектив да вот своей в своем каком-то развитие то есть вот здесь вот до такой степени вот это вот обида я не вижу куда мне дальше идти очень много душевных ран очень много потому что вы слишком ранимы слишком чувствительны и уязвимы и поэтому вы обижаетесь вам кажется что с с вами поступает как-то несправедливо такое ощущение что знаете вот на самом деле людям фиолетово на вас а вам почему-то кажется что вот все как-то настроены негативно а люди занимаются какими-то своими делами вы постоянно находитесь нас на на страже до чтобы вас не ранили да вот вы уходите в работу это вот ваша но либо деятельность либо хобби чем вы там занимаетесь это как будто бы ваша ваша защитный механизм свободы хотите вот какой-то свободы душевной что здесь здесь из детства как-то идет страшно не такое чувство что вот здесь знаете как будто бы страшно жить хочется чтобы кто-то вот как-то почувствовать какую-то вот безопасность чтобы кто-то о вас заботился не брал на себя всю ответственность за вас нет а просто кто-то знаете вот чтобы вы заботе узнаете почувствовать как-то вот маленьким ребенком вот прям очень хочется какой-то вот теплоты и какого-то внимание здесь не про признание вам не признание нужно вам нужного какой-то действительно нормальное человеческого внимания вам так хочется достать звезд с небес и заполнить вот это вот свою корзинку хочется какие-то желания реализовать у вас не получается а давайте посмотрим а почему вас не получается реализоваться в чем причина здесь в чем причина окей здесь сразу выпадает насилие на может быть у кого-то моральное насилие было какое-то здесь вот подавление либо вы сами себя как-то составляете составляете что-то здесь такое чувство что вы как будто бы хотите заниматься одним делом а занимаетесь другим вы себя заставляете что вот это вот нужно поэтому вы не можете здесь как будто вы знаете вот я работаю на одной работе хочу заработать денег для того чтобы допустим там открыть какой-то свой магазинчик ну и тогда реализоваться тем хобби который мне нравится до чтобы получать от него день то есть я вы здесь вот еще себя помучу понасилую а потом соберу деньги и потом я смогу открыть как-то вот свое дело что-то смогу сделать вы очень знаете вот на самом деле вот это вот несправедливости то что вам кажется это просто потому что вы к себе так относитесь здесь не потому что люди если даже они к вам относятся так как вам кажется не справедливо только для того чтобы показать вам насколько вы жестоки сами собой а вы действительно жестоки в каких-то моментах вы сами себя заставляете только вы уже наверно привыкли к этому формату и не замечаете вам кажется что это нормально но вы как будто бы через силу да вы как будто будут сами собой не можете дружить и это по моему же второй раз когда у меня выпадает у двойках двойка ревность какая-то ревность зависть чувствовать вот знаете здесь как может быть ваша обиды чем могут спать быть они могут быть связаны с тем что вы слишком чувствительный человек вот вы всем со всеми переживай но с других людей переживаете сочувствуете и тем самым не выбираете себя проще говоря то есть пришел к вам человек да и вы понимаете что это не тот человек допустим с кем можно дружить у вас есть эта чуйка но как-то вот вы пожалели да может быть он рассказал вам о своей жизни вы как-то пожалели этого человека и наперекор вот как-то себе не знаю может быть это даже допустим мама вам не нравится с ней общаться либо еще что-то ну вот вы себя как будто вы заставляете и общаетесь с ней может быть это друг подруга да то есть ну как-то знаете вот этого чувства какой-то жалости да вот если не я то кто и вы понимаете что это неправильно вы сами это принимаете понимаете осознаете но вот это вот вы сами где-то себя как-то заставляете поэтому здесь насилия именно как-то по отношению к самому себе я бы так сказала не кто-то вы сами по отношению к самому себе почему себя потому что вы как будто вы знаете не верите в свои мечты не верите в свои мечты в то что они смогут реализоваться и вот у вас и даже и поэтому и не получается знаете у меня такое чувство что у вас есть какие-то свои мечты свои желания и вместо того чтобы заниматься ими вы занимаетесь тем что вы спасаете здесь выбрал глагол карта спасатель вы как будто бы спасаете других людей до проживаете как-то жизнь других людей вовлечены в жизнь других людей вместо того чтобы реализовывать как-то свои желания и дело в том что когда вы занимаете жизнью другого человека вы вкладываете вливаете от него свою энергию, свои силы. И тем самым, просто потому что вы не верите, что вы можете реализовать свои желания, вы это компенсируете тем, что вы увлекаете жизнью другого человека. Потому что если не будет других людей, вы поймете и осознаете, что вам нужно действительно реализовывать свои какие-то желания. А тут как будто, вы знаете, вторичная выгода. Я лучше буду заниматься жизнью вот этого человека, чем как-то достигать свои собственные желания. Почему? Потому что вы не верите, и вам трудно достигать свои желания. Вы как будто, вы знаете, их на второй план откладываете. А почему вам трудно? Почему вам трудно достигать ваших желаний? Почему реализовывать? Потому что здесь выпало две звезды. Почему вам сложно? Знаете, как дракон. Есть какие-то факторы, которые, знаете, вот вас связывают каким-то образом. Здесь, может быть, и вы сами чем-то себя связываете. Чувство, как будто бы, да, вот вы чахнете, да, над своей этой мечтой, да, не реализовываете ее, и то ли она вам вас просто согревает, как идея того, что вот просто есть эта мечта. Очень переживаете по этому плану. Здесь у двоек проблема заключается в том, что вам не хватает какой-то свободы. Вы как-то сами себя внутри себя как-то сковываете. Не знаю, с чем это связано. Давайте еще раз спрошу, какие здесь обиды могут быть, потому что нам здесь другую историю показали. Но здесь, скорее всего, может быть, есть обида на то, что у вас нет этой свободы, что кто-то виноват в том, что вы как-то связываете себя, что вам приходится работать, понимаете, что вы вынуждены, что если не вы, то вы не выживете, да, здесь вопрос выживания. Здесь сценарии есть такие. У меня нету, ну, то есть, как будто бы у меня нету прав, у меня нету выбора, и я вынужден что-то сделать, а не делать то, что я хочу по своей душе. Вот здесь вот такая вот с этим связана, и вы будете обижаться на других. Почему вот получается у других, а у меня нет? Почему они могут реализовываться, а я нет? Например, у меня есть хобби, я хочу заняться этим, а у меня нет, у меня есть семья, у меня есть дети, надо их накормить, напоить, а мне хочется, ну, условно говоря, сесть почитать книжки. Нет, у меня нет такой свободы, когда я это почувствую. Здесь вот что-то такое. Но при этом, когда у вас есть свободная минутка, вместо того, чтобы заняться тем, чем вы хотите, да, вы бежите как-то помогать другим людям, потому что это вот, это ваш какой-то сценарий. Потому что вы хотите, чтобы вам помогли. Хорошо, как это мешает, эти обиды, в вашем дальнейшем развитии? Вы здесь разочаровываетесь, разочаровываетесь и не видите каких-то новых возможностей. Новых возможностей здесь, знаете, что вы не можете повзрослеть. Вот здесь вот, я говорю, какой-то вот, хочется быть маленьким ребенком, чтобы об мне позаботили, чтобы меня согрели, чтобы меня обняли. Вот здесь вот какая-то такая тонко-чувствительная, ранимая душа у меня всегда по двойкам проходят, очень такие нежные, такие прозрачные, как снежинки. Прикоснешься и растает. И вот здесь вот, не то чтобы нежелание, а вот вы как будто бы не можете вырасти, понимаете? И поэтому ваше желание, ну вы разочаровываетесь. И вот эти вот ваши разочарования, они мешают вам измениться в вашем развитии. Они мешают вам... Вот вы хотите, чтобы все было легко, чтобы все было просто. И это понятно, потому что вам все достается с трудом. Но вот этот труд, который вы вкладываете, вы должны понять и осознать, что легкость, это вот, знаете, она как будто бы присуща детям. У детей все легко, потому что в любой момент придет кто-то и поможет, да, кто-то поддержит, кто-то за ним сделает. И поэтому мы хотим что-то сделать легко. А когда на пути, ну вот путь развития, он не бывает легким. Как правило, ну я не знаю, любого человека, если вас смотрите, который чего-то достиг в своей жизни, у него всегда есть моменты, этапы в жизни, когда он находится на самом дне. И это, как правило, очень сложные моменты, очень прям болезненные. А вам хочется, чтобы это легко было. И вот из-за того, что вы хотите, чтобы это легко было, вы не взрослеете. А вы не взрослеете, вот вам дают трудность, 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 чтобы вы в конечном итоге осознали, что нужно взять ответственность, да, в данном случае за свои собственные желания и реализовывать их. Не ждать, что когда-то наступит момент, когда я смогу это сделать, что наступит момент, и я буду свободна, и потом я смогу реализовываться. То есть здесь вот ваш подход, он, вы как будто бы уходите от ответственности, да, и хотите какой-то легкости. А вместо этого вам дают сложность. То есть то, от чего вы, по сути, уходите, да, от сложности, от ответственности, вам дают еще больше. Для чего? Для того, чтобы вы поняли, что вы можете быть ответственным человеком. Потому что вы справляетесь с этими сложностями. А вы видите себя все равно как достаточно незрелую личность, да, как ребенок. Но вы можете, вот здесь вот ваша задача пересмотреть себя, увидеть, что вы действительно можете быть взрослым, зрелым человеком, что вам не нужно выживать, что вы можете иметь то, что вы хотите, вы можете достигать своих желаний, и у вас это все будет получаться. Здесь такое ощущение, что вот, знаете, вы уже достигли чего-то, но вот в каком-то своем понимании, в своем сознании вы все равно держите еще вот эти детские сценарии. И вы на них опираетесь, на них смотрят. То есть какая-то часть вас, она уже повзрослела, и уже очень хорошо повзрослела, но вы ее не видите, как пятерки у кубков. Вы не видите то, кем вы стали, благодаря этим трудностям, этим сложностям, что вы уже где-то, часть вас стала зрелой личностью. А вы почему-то все обращаете внимание вот на то незрелость, то, как было раньше. Есть такое ощущение, что вот хочется вас взять и развернуть просто. Вот посмотри, вот кем ты уже стал. Вот не туда смотрите, не в ту сторону смотрите, не в то направление. Вот вы уходите, да, в развитии. Если вы уйдете от легкости в жизни, то вы придете к, если мы говорим в контексте развития, вы придете к духовному развитию только через то, когда вы сами себя исцелите. То есть вот эти вот обиды, они останавливают вас, понимаете, что они делают на пути развития. Вы зависаете, вы как будто бы не можете исцелить какие-то свои травмы. Они постоянно есть, есть, и они вас останавливают на вашем пути. Да, клесничек. Они не дают вам дальше двигаться. А почему? А потому что вы не можете как-то завершить, как-то этап, да, и начать что-то новое. Это вы как будто бы, знаете, по кругу ходите, одно и то же, одно и то же. Здесь нет доверия, нет доверия того, что вот о вас позаботится как-то. Вот то, что вы хотите, понимаете, здесь какая фишка. То, что вы хотите, вот этой вот заботы, внимания, даже не от людей, а от мира, что вот даже мир, пускай позаботится обо мне, даст мне самое необходимое. Вы этого даже не сможете заметить. Почему? Потому что та интуиция, которая у вас хорошо работает, да, где-то вот эти вот раны, боли, которые у вас есть, которые вы сами себе наносите, вы из-за этих болей не слышите свою интуицию в самые важные моменты. Для того, чтобы, знаете, вот вас вынесло, да, вот как-то вот вы обходили эти острые углы, чтобы вас выносило в потоке, в нужном направлении. Вы не сможете прислушаться, потому что вы в этот момент не слышите свою интуицию, потому что вам больно, потому что ваши раны кровоточат. И вот вам нужно как-то исцелиться, да, поднять это, чтобы раны зажили. Они у вас постоянно открыты, да, то есть вам уже пора смотреть, как бы так сказать, вам нужно уже... Боли... Рана, да, она уже как будто бы вот закрылась, да, уже появился рубец. И вот вместо того, чтобы поднять глаза со своего тела и посмотреть вперед, куда теперь я пойду, вы периодически обращаете внимание на свою рану. Зажил рубец? Стал он таким, как был раньше? То есть не туда смотрите, не на то обращаете внимание, понимаете? Да, здесь должно прийти полное перерождение, причем не просто перерождение, а по солнцу даже и будут эти... И признание будет, и вам нужно сиять, вам надо больше себя показывать. Вот еще раз скажу, не туда смотрите. Перерождение... В солнышке всегда есть деньги, в солнышке всегда есть внимание, нету... В нем есть эта детская легкость, но солнце — это как раз-таки тот момент нашей психики, когда мы становимся зрелыми, да, когда мы ощущаем себя целостными, когда нету вот этих вот травм, либо наше отношение к ним, оно уже иное. Ну, то есть здесь вот как будто, знаете, вот все соединено воедино, нету того, что вот каких-то частичек меня не достает, где-то что-то осталось. Нет, здесь уже такая, знаете, вот опора на себя, на внутренние стержни. Я четко знаю, что я хочу, как я хочу. Меня уже спить с пути нельзя. Здесь вот... Срелость. Я не знаю, вот какая-то, знаете, не только эмоциональная, но и психическая зрелость. То, что мы говорили, самость. А здесь у вас этого нету, да, у вас есть вот эти вот эмоции, да. Вы как будто бы, знаете, вот играете сейчас на набережной, играете камешками, ракушки собираете, вот эти вот свои раны, боли. А вам говорят уже, блин, пока ты сидел, вот эти вот камешки играл с ракушками, уже прошло лет 30-40. Ты уже не маленький ребенок, пятилетний, блин. Тебе там, условно говоря, уже 40-50, не знаю. А ты все вот с этими камешками играть. Ну, вот какая-то несостыковочка, понимаете. Вы сами внутри себя это ощущаете. Поэтому в развитии, вот посмотрите, кем вы стали. Вот эти вот ваши обиды, мир несправедлив, это все связано как раз таки с вашим восприятием. Да? Да. Здесь все. Так, такая у меня была. Вторая позиция. Мне кажется, по-первых, я опять много сказала, всегда по двойкам говорю, меньше, но просто как идет. Могу по времени определиться. Так, и мы с вами переходим к третьей позиции, третьему камешку. какие здесь обиды у вас троечки. Что-то вы держитесь за что-то. За что-то вы держитесь. Вы знаете, карты выпадают такие достаточно сильные, да, сценарий, наперекор всем препятствия. То есть, я могу быть победителем, сам придумал, сам решил все задачи, кто молодец, я молодец. И вроде бы, казалось бы, карта сильная, но здесь вот у меня такое ощущение, что вы уже устали. Вы уже устали от какой-то борьбы. Вы устали вот от этой вот фиксации. Вы знаете, вот вы устали сами от себя. Вот здесь вот чувство, да, вот эта вот обида, вы это все осознаете. Вот то, что я вам сейчас скажу, вы свои обиды осознаете, вам спрашивать не надо, почему? Потому что вы четко понимаете, что мир – это ваши собственные проекции, это ваши зеркала. Вы это все столько знаете, лучше меня. Вы знаете, почему вы держитесь за что-то, да, как вы держитесь, для чего, вот все вы знаете. У меня здесь чувство, что вот ваши обиды, они уже к самому себе, за то, что вы как-то не можете отклеиться от какого-то своего прошлого и двинуться дальше. Вы уже устали сами от себя. Вот я не могу как-то по-другому описать эту ситуацию. Если еще посмотрю, может, есть здесь какие-то другие обиды. Всегда у тройков, когда я беру вот эту колоду, всегда выпадает карта смерти. Вы уже устали от своей безжизненности, да, как-то устали от своего характера, как-то устали от всего. Ну-ка, я посмотрю, что здесь за сценарий вот на смерть. А, устали от контроля. Ну да, проверять все, изменять, что-то менять. Вот чувство, да, я устала работать над собой. И вот здесь вот эти вот обиды, они связаны с тем, что все достало. Я обижен, я обижен на себя, я обижен на мир, я обижен на жизнь, мне все надоело, и я не знаю, как из этого выйти. И вот этот вот настрой такой, ну, не очень нехороший. Тут вы еще понимаете, что пришло время, как-то вот вы взрослеете, жизнь идет, старость как-то, да, подступает в будущем. Ну, почему-то у вас вот какое-то такое вот апатическое состояние, я считываю. Кто меня защитит, и как я буду жить, вот какие-то такие вот философские вопросы, но неудовлетворенность, вот присутствует, какая-то неудовлетворенность, у меня что-то, знаете, мне же со мной так этот, взять камень на шею, повесить, да, и утопиться, вот такое вот состояние, то есть тяжесть, сложно, сложно, на что вы обижены, покажите. Да вот вините, вот понимаете, вините себя в своих желаниях, и что у всех людей нормальные желания, а то, что я желаю, не может реализоваться, потому что я желаю не то, что, не то, как все, понимаете, не то, как все вы желаете. Хорошо, еще есть какие-то обиды, кроме того, что вы обижены на себя. Это какая карта? Сейчас, минутку. Покажу вам эту карту, да, вот сидит здесь, не знаю поближе, насколько видно, мужчина и собака, которые идут на охоту, да, но они здесь сидят и за столом, и каждый думает о своем. Собака думает о том, что мы будем охотиться на барана, а человек думает о том, что как будто бы будем охотиться в какой-то козу, да, и вот они сидят и ничего не делают, да, каких-то мыслей о том, что да, да, потом когда-то. Сил здесь нет даже, понимаете, даже обижаться на что-то, вот у меня такое чувство. Вот я сказала, да, повесить камень и утопиться. Вот смотрите, мужчина, который хочет, вот, спрыгнуть с моста, понимаете, не тот путь взял, на те женские колоды, смотри. Чувствую, что вот, ну, не туда я иду, вот вы понимаете. А у меня, знаете, мне хочется сказать, что здесь тот этап развития, на котором вы находитесь, и вот эта вот усталость от всего, это как будто бы, знаете, часть вашего развития. Не то, чтобы у вас ничего сейчас не происходит, хотя такой вариант тоже может быть, но вот эта вот усталость, да, от всех этих проработок, от всех этих трансформаций, вкладывания в себя, в изменения, от всего устали, от желания, достижения, контроля, все, что может быть, все вас, понимаете, вы, как оголенный провод, да, к вам прикоснись, вы раздражаетесь, на абсолютно все, потому что, жаты, потому что есть какое-то напряжение, и расслабиться не можете. понимаете, вы знаете, даже сожалеть о прошлом, да, что можно было бы что-то в прошлом сделать, изменить, у вас такого нету, понимаете. Вот я говорю, устали от проработок, чисток от всего. Вы чувствуете себя стариком, понимаете, в душе, ощущение вот стариком в контексте того, что нету сил уже, нету сил, нет ресурсов, ну, как-то вот какая-то закостенелость, понимаете. И здесь как будто бы идет у меня вот это чувство смирения. Еще раз скажу, здесь как будто бы я не вижу обид. Я не вижу обид. Я вижу апатию. Почему? Потому что много воевали, потому что много боролись, потому что носили очень много разных масок, не соответствовали себе. Здесь такое, знаете, вот чувство, как будто бы вам дан этот этап специально для того, чтобы вы увидели, как вы жили, проживали свою жизнь ранее. И чтобы вот вы действительно изменились, но не путем работы над собой, а как-то, вы знаете, естественно, через момент того, что да все достало, блин, догори оно синим пламенем, я буду вот так делать. То есть раньше вы как будто бы, знаете, себя мотивировали, надо вот это сделать, надо как-то так, и головой, и интуицией по-разному, пятое, десятое. А сейчас вы уже запарились это все делать, и вот как будто бы вас специально бросает на самое дно, и у меня чувство, что у вас даже сил нет, оттолкнуться, чтобы всплыть. Вот вы легли, так знаете, ну, утону и утону, фиг с ним. Вот какое-то такое. Вот в этом апатическом состоянии, да, чтобы вы наконец-таки увидели, кто вы есть. Вот вы себя настоящего, потому что столько много масок носите, столько много ролей, что вы где-то не соответствуете уже себе. И вот ваше вот это вот даже состояние, я не могу сказать, это обиды, да, оно как будто вам дано сейчас, что вот вы наконец-таки захотели жить, да, не в какой-то роли, не в каких-то там соответствий и так далее, и так далее, а вот знаете, вот как будто бы для себя. Вот я буду теперь жить, ну, я не знаю, раньше, допустим, вы работали, и там был какой-то дресс-код, и надо было как-то одеваться. А сейчас как будто бы, знаете, вот вы должны прийти к тому состоянию, что а мне плевать на дресс-код, да, если я была хорошим маслом, я и буду, да, я не пойду, конечно же, в этой форме спортивной на работу, но не буду я одевать эти шпильки, они меня достали, вот хочу я одеть кеды, вот я одену юбку, карандаш с кедами, и пойду, да, я буду выделяться, но я буду с собой, да, вот понимаете, здесь вот какой-то такой этап переходный, именно естественного взросления, не когда вы прикладываете усилия, а это вот как будто бы оно само собой, понимаете, вот сбросили все и начали жить, потому что это моя жизнь в кайф, но уволят, уволят, и вы приходите на работу, а вас никто не уволит, вообще люди не увидели, что вы в кедах пришли, понимаете, здесь как-то вот, вот такая, такое какое-то ощущение, вот здесь вот обиды, если можно все-таки сказать каким-то образом, да, что вот вас с детства куда-то тянули, вам говорили, как нужно, зачем, вы не хотели, вам хотелось, вот знаете, вот вам хотелось сделать то, что вы хотели, вот вас тащат, я не хочу идти в этот детский сад, мне там не нравится, нет, надо, и вот вас тащат, тащат, вот против вашей воли, что-то сделать, я вам хочется, на все плюлы, да, вот вы как-то залипли в каком-то своем, вот этом вот прошлом, понимаете, и в будущее не хочу двигаться, потому что не вижу, куда и не нужно, и в прошлое как-то залипаю, да, нету смысла, хочется, знаете, вот у вас как будто бы такое переосознание сейчас, что я хочу жить в моменте здесь сейчас, вот наконец-таки, вот сейчас до вас это дошло, да, чисто эмбирическим путем, понимание, что есть, то нету смысла смотреть в будущее, надо забыть это прошлое, надо просто сейчас, вот у вас какое-то вот такое состояние, хорошо, как вам это состояние данное, мешает вашем развитии, не обиды, а вот именно ваше состояние, как оно мешает вашему развитию, оно мешает вам двигаться вперед, в первую очередь, именно к тому состоянию душевному, которому вы хотите прийти, когда все кубки наполнены, когда вы получаете полное удовлетворение, наслаждение, это мешает вам оставить, как-то, знаете, свои эмоции позади, свое какое-то прошлое, сложно вам, ну, здесь не про переродиться, а здесь как будто бы увидеть даже свою ценность, определиться как-то со своим опытом, что вы уже достигли того, чего вы хотите, вот здесь вот в том этапе, в котором вы сейчас находите, вы даже ценность себя не видите, то есть у вас такой взгляд сейчас на себя вообще, ну, неадекватный, вы даже и объективно посмотреть на себя не можете, вы не заметите, то есть если спросить, какие ваши ценности, ну, что-то хорошее о себе, что вы рассказали, такое чувство, что даже сил нет, урод открыть, что-то сказать, и это состояние, конечно же, оно мешает вашему развитию, ну, вот я хочу спросить, что вам нужно сделать, выпадает двойка кубков, вот вам надо найти внутреннюю, внутренне как-то сами с собой помириться, понимаете, я не знаю, как вот объяснить, что значит помириться с собой, вот то, что я сказала, ну, плюнуть на все, я не знаю, как вам это объяснить, плюнуть на все, и жить так, как вы хотите, не по правилам, да, не соответствовать никому, а вот жить так, как ваша душа хочет, тогда вы успокоитесь, а сейчас нету, сейчас у вас внутренне, понимаете, это, я вам пример приведу, это когда на солнце сгоришь, и все тело красное, да, от ожога, и вот кто-то к тебе просто прикоснется, даже собственную одежду, вам тяжело носить на себе, потому что вы ее чувствуете, она как-то вот раздражает, и кто-то даже прикоснется, просто прикоснется, вам больно от этого, вот вы находитесь сейчас, вот в этом состоянии, как можно выйти из этого состояния, да никак, надо, чтобы вот этот ожог прошел, да, надо же как-то вот, понимаете, вот все, что бы вам сейчас не говорили, все, что бы вам не предлагали, не делали, вы это не будете замечать, потому что для вас будет вот это вот как раздражение, да, вам надо как-то внутри себя успокоиться, найти вот это вот примирение, да, что внутри вас воюет, какие части, ну вот, с одной стороны завершение, десятка мечей, а с другой стороны, туз кубков, полные чаши, вот это вот наполненности, да, здесь вот как будто бы, знаете, вот как раз-таки десятка и туз, не важно, что это в разных мастях, да, то есть завершение и начало чего-то нового, это понимаете, здесь нету того, что вы что-то делаете не так, это вот все равно не оставляет меня это чувство, что это вот, как бы так сказать, это естественный процесс, это вот когда вас ведут свыше, и вам просто это надо проживать, да, вот ваша задача сейчас, это все проживать, не как-то не придумывать себе какие-то планы, не мотивировать себя, как выйти из этого, а вот просто прожить по полной это, и как будто бы вот потоком вас само это выбросит в нужное русло, ну вот как будто бы, не знаете, дождь прошел, и образовался вот этот вот ручеек, и на него попал листик, и вам не нужно сейчас думать, а куда мне плыть, а как, а что, вот просто довериться этому потоку, вот куда вытащит, туда вытащит, потому что здесь как будто бы понакатанно, и вас выбросить куда-то должно, и вам нужно в этот момент не реагировать, как-то не эмоционировать, не переживать, хотя у вас уже силы и на эмоции нет, а просто это проживать, я не могу как-то по-другому вам это сказать, продолжать делать то, что вы делаете, стабильно, то, что вам уже известно, не закрывайтесь от своих страхов, здесь вам как раз-таки, сейчас такой вот именно этап, когда ваша защита, иммунная вот эта вот система ваша, и в то же время ваш иммунитет на всё, он настолько снижен, то есть, как бы я там сказать, вот вы находитесь в таком обесточенном, каком-то неэнергичном, наполненном состоянии, когда вы уже не можете на что реагировать, да, то есть защиты никакой, как правило, нету, и вам даже не нужно сопротивляться, и вот именно в этот момент, сейчас будут всплывать ваши какие-то страхи, и вам просто нужно смотреть страхом в лицо, то есть идти на этот страх, и как будто бы специально у вас сейчас эта защита спала раньше, вот вы как будто бы сопротивлялись, да, а сейчас уже сил сопротивляться нету, и вот это вот знаете, какое-то такое вот апатичное, безразличное состояние, смирение, да, да будь оно уже так, как есть, мне уже всё равно, да, вот в эти моменты будут всплывать специально страхи, потому что при других ситуациях, да, вы бы как-то защищались, то ли, закрывались, а тут вы не можете это сделать, да, потому что, ну, сил нет, и вот поэтому сейчас, здесь как будто бы вы и назад не сможете попяться, да, вы не можете поступать, так как поступали раньше, и назад вернуться, если кто-то хочет, уже не получится, потому что сил нет, ни вперёд идти, ни назад, и вот сейчас будут выходить эти страхи, вот вы сидите так, ага, ну, пришёл один человек, да, вот у меня такое чувство, что кто-то лежит на какой-то больничной койке, и приходят разные люди его навещать, и те, и враги, и друзья, и родственники, и вот он на каждого одинаково смотрит, то есть нету сил реагировать даже на врага, вот ты смотришь так, ну-ну, ну-ну, я тебя слышу, хорошо, ушёл, другой, и вот вы как-то ровно одинаково на всех реагируете, и может быть внутри вас вы как-то переживаете, почему, почему, да, я не могу, допустим, отпор сейчас дать, как-то себя защитить, на самом деле, так и должно было быть, почему, потому что иначе вы, допустим, с этим человеком, с врагом своим, в кавычках враг, вы бы не поговорили, почему в кавычках, потому что у вас проекция выходит, вы, ну, люди, которые к вам приходят, они показывают то, что есть внутри вас на данном этапе, то есть они вам нужны, а поскольку у вас нету защиты сейчас, вы не можете как-то среагировать, поэтому человек, допустим, выскажет всё, что он хотел бы сказать, в других ситуациях, он, допустим, он вам не смог бы сказать, потому что получил бы лещей, а здесь он вам и скажет, а вы никак не реагируете, потому что сил нет, и вы это слушаете, вы это принимаете, ну, как будто вы, знаете, вот через это как-то вот ваши узлы кармические развязываются, ну, вот как-то так, вот последние две карты вытащу, да, вы как будто бы определяетесь сейчас внутри себя, что-то идут у вас какие-то внутренние процессы, когда этот этап завершится, начнётся этап построения, да, построение чего-то нового, путь у вас, знаете, вот как не смотрю, одна хорошая карта, и две там, где надо работать, одна хорошая, и две нужно работать, перемены, перемены нужны, вот здесь как будто бы, знаете, слой за слоем вскрывают у вас, нашли ваше свободное, этот, уязвимое место сейчас, когда вы никак не реагируете, и, и работают, то есть как будто бы идёт работа такая, знаете, ну, бессознательная, вы это не осознаёте, но она идёт, потому что вы слишком сильную защиту ставили для того, чтобы были какие-то перемены, да, и вот такое чувство, что Вселенная уже устала с вами как-то просить, умолять, договариваться, поэтому она решила, как будто бы, знаете, вот уложить вас в койку, а пока ты в койке лежишь, да, я тут и ремонт сделаю, и всё за тебя сделаю, потому что, ну, с тобой каши не сварить, вот здесь вот как-то, у меня какое-то вот такое ощущение идёт, вот такой был расклад, ещё раз благодарю Людмилу Сотникову за идею, жду ваши комментарии, мне будет интересно почитать, а я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока.